Так, ребятки, всем привет! У нас сегодня с вами будет небольшое такое видео новостное, потому что новостей чуть-чуть накопилось, вот, а делать прям полноценный обзор времени нет, поэтому вкратце. Но для начала, прежде чем мы начнем, как всегда, рекомендация для тех, кто хочет оплатить подписку на официальный World of Warcraft, поможет elfmoney.net. Более 15 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшее качество и вежливые сотрудники. Для моих подписчиков, как всегда, скидка 10% в промокоду VANILA10. Ссылка в описании. Итак, первая новость это по поводу запрета восстановления марок в САГ. То есть, если вы слышали, были такие предприимчивые игроки, которые копили в САГшные марки, для того, чтобы, когда наступит вторая фаза, сдать их вендору. Вот, если я ошибаюсь, при сдаче трех марок, вендор дает 1200 хп. На СОДИ, по крайней мере, вот так вот работает. И, как бы, сервис восстановления заключается в том, что, ну, то есть, когда марки капают сверх лимита, да, они падают на почтовый ящик, и если вы их не сдадите вовремя, они сгорают, то есть, в течение 24 часов. Сервис работал конкретно, если, например, марки сгорают, их можно было восстановить и сдать. То есть, люди солили их, там, у кого-то уже наигранного этого ВСГ, там, более 100 часов, там, короче, люди просто зашивались. Но, Близы четко сказали, если вы еще до сих пор не поняли, то есть, примерно так они так дерзко сказали, если вы до сих пор не поняли, марки мы восстанавливать не будем. Кроме того, 6 февраля будет техобслуживание, и 6 февраля мы удалим все марки, которые будут в почтовом ящике. Поэтому, если они у вас там где-то висят в загашниках, просьба их израсходовать как можно быстрее. Второе. Обещали скоро нам, Близы, рассказать про второй сезон Season of Discovery, то есть, вторая фаза не будет для нас прям таким большим сюрпризом. Примерно, может быть, даже сегодня, может быть, завтра, может быть, после. Ну, короче, я думаю, на неделе уже будет такой большой анонс, в котором нам покажут какие-то фрагменты нового рейда, покажут, наверное, какие-то элементы нового ПВП-турнира в Тернистой долине. Так что ждем. Как только какая-то информация появится, я, естественно, вам, ребят, все это дело оперативно озвучу. Далее что? Многие, да, уже сейчас заметили. Кто-то даже, кто зарегистрирован в Казахстане, ну, у кого учетная запись зарегистрирована в Казахстане, получили письма о том, что Близы сейчас на некоторых аккаунтах меняют основную валюту. То есть, если не ошибаюсь, вот кто регистрировался в Казахстане, у них была привязка к евро, сейчас будет, по-моему, в Тенге. В других странах наоборот. То есть, у кого такая мини-ходовая валюта, вот как вот швед один писал, вот у нас, говорит, Швеция, все переводится на евро. Было в кронах, теперь в евро. Конкретно по Аргентине, если вы тоже слышали эту историю, Аргентина это была последняя, наверное, зона, в которой Близы сохраняли региональные цены. И вчера тоже объявили по поводу того, что теперь Аргентина будет платить точно так же, как и все остальные. То есть, как американские игроки, как европейские. То есть, по эквивалентным ценам. Если не ошибаюсь, там цены были до этого что-то примерно около 6 долларов. То есть, там чувачок, который это писал, он как-то еще так посчитал 2 доллара за это, 3 доллара налоги, там что-то, какой-то доллар комиссии. В итоге, короче, у них что-то выходило около 6 долларов. Почему Близы это делают сейчас? Делают они это потому, что через вот эту аргентинскую лазейку лезет очень много ботов. То есть, они как-то пытаются... Ну, это со стороны может показаться, что они хотят на этом нажиться. Может быть, кстати, и так, я не знаю, не буду утверждать. Может быть, и хотят нажиться. А может быть, это один из шагов по борьбе с ботами, которые регистрируют свои учетные записи исключительно через Аргентину. То есть, ну, Европу это не так сильно касается, а вот американские боты, они повально все рыгаются через какие-то VPN, потому что так дешевле. Близы считают, что таким образом их станет меньше. Что у нас еще? По поводу премейдов. Да, по поводу премейдов. Много было жалоб по поводу того, что игроки, которые играют в рандоме, постоянно попадают на премейды. Им это не нравится. Премейды мешают им получать фан. То есть, я где-то как-то таблицу вам показывал, где из 20 боев у Челика было выиграно всего лишь 3. Вот, где он там попал на премейды, и как-то получилось у него выиграть. Все остальные бои служили для него. Ну, то есть, он служил мясом для премейдов. Близы собираются эту тему решать. То есть, в ближайшем будущем очередь будет разделена. Премейды махаться с премейдами, рандом с рандомом. Еще, как бы, есть одно предположение, догадка. Ребятки на форуме там пообсуждали, зачем это, почему сейчас, почему не раньше. Есть информация, что во второй фазе за БГ будет даваться опыт. Ну, это как бы не информация, но это так, знаете, как бы ничего официального, просто догадки. Близы обещали нам какие-то альтернативные способы прокачки во второй фазе. То есть, они понимают то, что у игроков, у большинства игроков квесты сделаны. И для того, чтобы избежать, ну, не знаю, для того, чтобы игрокам не было скучно в прокачке, там, для того, чтобы они просто не гриндели что-то там, для того, чтобы им было интересно, они решили вот сделать такой ход, чтобы игроки качались на БГ. Поскольку рандомно качаться на БГ это просто невозможно, потому что из 80% проков ты будешь попадать на премию. Вот поэтому они сегодня так решили поступить. Больше нам пока за эти дни сообщить нечего. В течение пяти дней реально ничего интересного не произошло. как бы из основных тезисов отмена марок, отмена региональных цен в Аргентине, то есть, это такой, знаете, элемент борьбы с ботами, рандомные проки, то есть, отмена, ну, то есть, премейды против премейдов, рандомы против премейдов. Буду благодарен за лайк под видео, подписывайтесь на канал, чтобы узнавать еще много всего интересного, что ждет нас в будущем. Давайте, всем пока-два! Субтитры сделал DimaTorzok